Всем привет, с вами я, Гений, и в данном видеоролике я буду выживать на анархии ровно 100 часов после вайпа. Также я успею первым зайти в энд, сходить на один из главных ивентов сервера. Подраться почти со всем сервером, сделать самую большую формилку золота, которая приносит 5 стаков золотых блоков в час и многое другое. Играл я на сервере Holy World, IP сервера в описании. Ну а мы погнали! Произошел вайп и я с тимой сразу залетел на него. Зашел на сервер, а именно на первую анархию, так как именно она открылась самая первая. Прописал ртп и сразу же отправился рупить дерево вместе с моим тиммейтом. С помощью команды шоп открыл уникальный шоп и за рубину купил кирку на фигность 10. Раскопал пару блоков и начал копаться за железом в недра земли. Буквально через 15 секунд нашел первое железо. Это же железо поставил переплавляться. Пока железо переплавлялось, я нашел озеро лавы и сразу приметил его. Забрал железо из печки. Из имеющего железо я сграфтовал ведро. Набрал немного воды из рандомного источника. Я немного перенервничал и начал использовать ведро воды для постройки портала в ад. Но потом понял, что у меня есть алмазная кирочка на фигность 10. И использовать ведро воды почти не нужно. С помощью кирки накопал 10 обсидиона. Мы зашли в ад и очутились просто в самом плохом месте. Хуже мне кажется не бывает для спидрана. Но также нам очень сильно повезло. И это вы узнаете совсем скоро. Спустя ровно 30 секунд в этот же адский портал зашла еще одна тема. И как ни странно, это была тема Николки. Еще одного ютубера. Мой тиммейт Сакар сразу полетел на них, чтобы всех убить. И выбить с каждого по добыче пятой. К сожалению, нас быстро отымели. Но мы не стали расстраиваться. Ведь наши тиммейты потеряли только каменные мечи и все. А я и мой второй тиммейт уже давно закапывались в глубь недра ада. А вот то самое чудо, о котором я говорил буквально минуту назад. Это крепость буквально в 100 блоках от нашего первоначального портала в ад. Я считаю, нам очень сильно повезло, так как в этой крепости прямо у входа был спаунер эфритов. Парни, я сейчас вам столько кровати добуду. Я такую деревню. Я нашел, я нашел. Я привачу, я привачу. Я запреваю. Также купил меч на добыче 5 и начал фармить эфритов. Как оказалось, сервер начал жутко лагать. И некоторые функции стали не работать. Например, в чат нельзя было даже написать. Также у многих сервер начал тупо перезагружаться. А у других игроков он был включен. И они могли развиваться. Моя тема не стала исключением. И половина играла, а половина нет. Правда, это ничего нам не дало. Так как все ресурсы были у меня. Это все было связано с одной из ошибок. Но больше таких ошибок случаться не должно. И в следующих вайпах все будет в порядке. После того, как сервер более-менее починили. Я и моя тема сразу начали искать синий лес. Для добычи эндерперлов и крафта ока эндера. Мы около 20 минут пытались найти этот чертов синий лес. И только через 20 минут мы нашли его. Я убил одного эндермена. И залтал с него 5 эндерперлов. Отдал меч на добычу 5 тиммейту, чтобы он нафармил еще больше их. А сам отправился искать портал в энд. Кинул первое око и записал его координаты и угол. Кинул второе око и также записал его координаты и угол. Далее переместился на сайт скрепки. И вел туда все, что требовал сайт. Нажал на кнопку рассчитать. И получил готовые координаты крепости в энд. Как только я получил готовые координаты крепости. То сразу же пошел на эти координаты. Пришел на координаты и начал спускаться вниз. Как только я попал под землю, то сразу понял, что координаты верны, так как на миникарте были видны характерные туннели именно за крепости. Начал копаться через кучу блоков прямо к порталу Вент. Зашли в комнату с порталом Вент, и сразу же я начал вставлять око Эндера в портал Края. Но в это время сервер лагал, и ровно одно око тупо не поставилось. А так как я подумал, что портал активирован, то прыгнул в него, и попал сразу в озеро Лавы. Тут же я понял, что терять времени нельзя, и нужно срочно спасать самое ценное. Из ценного у меня была кирка на Ахтинас 10, и ровно одно око Эндера для активации портала. Я выбрал спасти кирку, и успел выкинуть её за пределы Лавы. Кирка была спасена, но нужно где-то было взять ещё одно око Эндера. Тепнуса, 7 пёрлов. Давай, давай, давай. Ек, быстрее, где ты? Я тут, я тут. Скинул, 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 хватает? Эээ, не знаю, посмотри, у меня 11, там один есть. Отлично, давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Заходим. А, портал не активировался. У меня, нет, нет, я выкинул, я успел выкинул. Эээ, у меня нету стержня, стержня нету. Геней, зафармил, зафармил. Давай, давай. Костя, открой меня, Костя, открой меня. Пошли, пошли, фаст. Хап, хап, хап. Ааа, какая 10-ая? Родненький, родненький, давай 10-ая, давай, братик. Давай. Родненький, давай, 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 давай. Давай, Геней, ставь, ставь. Где, где? Это око уже. Да, блять. Приват, приват, Геней, приват, приват. Купил, купил, купил. Геней, Геней, ставь. Платформа была запривачена, и я решил, что хочу немного застроить её и получить дополнительное время для лутания элитр. Чтобы застроить энд, я попросил своих тиммейтов копать обсидиан. А я, тем временем, буду застроить платформу. Всё было хорошо, и мы спокойно закрыли энд. Правда, через него всё равно можно было вылезти, но это сделать было довольно проблематично. Далее мы решили обустроить пару спавнеров криперов, которые, кстати, взяли из китов кинга. Ведь в нашей тиме их было около 10 штук. После того, как спавнер криперов был обустроен, эти мейты были свободны, мы начали раскапывать территорию под огромную фармилку тростника, да выделать фейерверки и лутать энд. А также этот же тростник можно было продавать по довольно высокой цене на аукционе. Мы раскопали территорию и начали засаживать тростник, но у нас появилась проблема в виде нехватки земли для постройки самой фермы тростника. Пока мы занимались фейерверками, я решил, что будет продуктивнее купить одну элитру за рубины и отдать её моему тиммейту. Он полетит искать другие элитры и первую элитру отдаст другому тиммейту. И так каждый тиммейт получит по одной из заветной элитры. Я отдал элитру тиммейту и пошёл на РТП копать землю для фармилки тростника. Пока мы делали фармилку тростника, мой тиммейт уже нашёл первые элитры и передал их мне. Вы нашли хотя бы? Всё, первую нашли, первую нашли. Нашли. И пошёл, блядь. Колоти. Не знаю, не знаю, не знаю. Всё, тихо, ладно, я пойду. Все мои тиммейты были заняты, а фармить порох вручную никто не хотел. Я решил зайти на сервер с твинка и встать в АФК на фармилку Квиперов. Сервер был полностью забит, и это означало, что я просто не могу зайти на сервер без доната. Поэтому я решил, что нужно действовать радикально. У меня имелось довольно много тиммейтов с донатом Кинг. Поэтому я попросил их выйти в одно время в хаб по моей команде, дабы я мог зайти с твинка на сервер без всяких проблем. Раз. Два. Три. Блин, ты не хочешь это? Да, кстати. Я включил, у меня чуть прыгается, чуть бездна не пал. Сейчас, я тапу этого твинка. Это я сделал с лёгкостью и запустил твинк на мою анархию. Далее твинка нужно было закрыть какими-то блоками и включить ему кликер-тейп-маус. Я это сделал без каких-либо проблем. Предыдущие литры я отдал другому тиммейту, и к этому времени он у меня удал их уже довольно много. Поэтому он развал каждому из тиммейтов по элитре, и в том числе и мне. После всего этого мой тиммейт нашёл новый данж в виде летающей тарелки и тэпнул меня в него. Я сразу же купил ключ в шопе и открыл этот данж в надежде найти что-то ценное. Как только я его открыл, то сразу же увидел элитру. Но это была не простая элитра, а донатерская. Ведь она была просто неразрушаемая. А также выбил ненужный хлам и донатерскую кирку, которой тоже была бесконечная прочность. Этот данж полностью себя купил. Далее я решил полутать немного энд, в частности я утолкал каждый сундук. Ведь из каждого сундука, который заспавнился в мире, можно было найти ключ от секретного данжа. Но моя удача закончилась, и я нашёл всего лишь пару элитр и кучу алмазной брони на рандомные зачарования. Я заранее знал, что скоро появится Джейкоб, и начал сразу же готовиться к нему. Сеза 4 у меня был, как и золотые яблоки. Но вот с зельями была проблема. Я сразу же понял, что нужно варить их. Для начала я скрафтил пару пузырьков для воды, разлил воды и набрал из неё же пузырьки с водой. Далее я закинул эти пузырьки в зелеварки, тем самым начав процесс сварки. Закинул немного нароста и ингредиентов для зелек, после чего дождался, пока они сварятся, и забрал их себе. Опять захотелось открыть данж, и я купил ещё один ключ в шопе. Открыл шалкер и забрал с него всего лишь одну несчастную кирочку, прочнее обсидиона. Корды Джейкоба я получил и сразу же отправился на него. Он заспавнился на перевёрнутой пирамиде, которая одновременно была секретным данжем. Также эта пирамида полностью подходила под пвп, ведь у неё был очень ровный пол, где можно было хорошо комбить или хритовать. Когда я прилетел на Джейкоба, то поначалу тут никого вообще не было. Я мог собирать золотые слитки и не волноваться, что кто-то будет забирать их у меня. Буквально через 5 минут я уже получал по 50 монеток в секунду, или же 3000 монеток в минуту. Но из-за того, что этот ивент был довольно популярен, то на него сразу же начали сбегаться куча игроков. Как голых с мечами и щитами, так и игроков в топках и элитрах. И именно их мне стоило опасаться. Через одну минуту на нас напал один железник и два голеньких игрока с щитами под силкой второго уровня. Тратить на них силку я особо не хотел, но мне пришлось это сделать. Железник поначалу сильно меня проносил, и я не мог сделать даже ни одного удара. Но потом после его комбы и под золотым яблоком, я спокойно убил его. Далее второй игрок, и он очень быстро отлетел. Также третий игрок, он немного посопротивлялся, но тоже был убит. Я продолжал собирать золотые слитки и копить монеты, но тут у нас отлетел еще один игрок на зеритке. Я сразу откидываю перку и запиваю зельки, пока мой тиммейт отталкивает его от меня. Изначально мы хотели просто скинуть его, но игрок сильно заагрился на моего тиммейта, который был очень плохо одет и без зелек. Он его очень сильно пронес, но и я не стоял в стороне и бил по смене этого игрока. Он убил моего тиммейта, а я оставил ему всего лишь два с половиной сердца. Я еще его немного побил в одиночку, но плодов как таковых это не принесло, и он ливнул. Я вернулся на Джейкоба и начал лутать его, но пока меня там не было, скопилось очень много голышей, которых мне пришлось убивать, ведь они забирают драгоценные золотые слитки. Через какое-то время я узнаю, что этот игрок вернулся и убил моего тиммейта, ведь он был в неудобном замкнутом пространстве и без зелек. А у игрока под ником Айус Рич были зельки и момент неожиданности. После этого я просто вышел с сервера и зашел только утром. На утро я начал строить слив Венди для обсидиона, который будет падать с формилки обсидиона и попадать через воронки прямо в сундуки. Эндермена главная проблема всех формилок обсидиона Венди. Визор очень любит агриться на эндерменов, а значит он будет выльдать и фарм будет просто остановлен. Поэтому я взял все в свои руки и начал выкапывать пол острова Венди вместе с моими тиммейтами. Только на эту выкапку я потратил около двух часов. Осталось лишь сделать несколько вещей, это небольшой блок-генератор в обычном мире и подвести редстоун к выбрасывателю. А также закинул в сундуки просто куча рандомного мусора, дабы платформа Венди обновлялась каждые 2 секунды. Поставил в правильном порядке спаунера прямо под платформой. На аукционе купил стак пескодуш и черепа вирза скелетов. Заспаунил визора и начал фармить обсидиона для огромнейшей формилки золота. Пока фармилка обсидиона работала, я пошел строить фармилку коров. Точнее я думал, что буду строить лишь одну фармилку коров. Но я и минимализм невозможно совместить. Так что я стал сразу строить 4 фармилки, по 2 спаунера в каждой комнате. В первой комнате у меня были 2 спаунера коров, во второй курицы, в третьей овцы и в четвертой кролики. Именно такие животные, а если быть точным, то то, что падает с них, нужно для прохождения ровно одного уровня буржуя. После постройки этих фармилок, я сразу же начал продавать все ресурсы с этих ферм, и тем самым зарабатывая дополнительная баблишка. Теперь у меня фармится сразу 2 фермы одновременно, но я хочу больше и иду строить АФК фармилку рыбы, дабы продавать её и лишь сдавать своему буржую. Я выбрал энд для того, чтобы строить эту ферму. Ведь в энде почти нет никаких людей, и меня никто не будет убивать. Для начала построил мост в бездну, а затем частично его сломал, чтобы игрок пробегающий рядом не увидел мой мост и саму фармилку. Построил небольшой бастиейн глубиной 6 блоков, для того, чтобы кроме рыбы я мог лутать ещё сокровища. Построил небольшой склад, куда и будут попадать все вещи с рыбалки. Эндермены агрят не только виздера, но и меня. Они очень подрывают мне жопу, когда я фокашу, а этот уебан берёт и забирает у меня из-под ног блоки. Поэтому по всей части фармилки я поставил полублоки, для того, чтобы мобы вообще не спаунились. Ведь мобы не могут спауниться на неполных блоках. Из-за нового ограничения на сервере, на твинки, я смог поставить всего лишь 8 твинков, которые будут рыбачить. Я их оставил рыбачить, а сам пошёл строить новую фармилку. Построил огромный стол в океане, прямо до 256 высоты, и начал поревать и территорию. Для территории мне идеально подошли 2 самых больших региона и 8 назеритовых. Для начала я пошёл строить смыв всех мобов, а точнее свинозомби, ведь я строю фармилку золота. Для того, чтобы построить пол смыва, я использовал лёд. Он ускоряет смыв мобов и тем самым увеличивает продуктивность фермы. Далее идёт простая разметка порталов в ад. Я напоминаю, что портал может быть максимально 21 на 21 блок. Таких порталов я построю 15 штук в ширину и по 4 рамки в длину. А также 3 этажа для наибольшего спаванрейда. Также на этом этапе нужно сразу проверить работоспособность этих порталов. Именно поэтому я их поджигаю. После этого я позвал своих тиммейтов, или же в этом случае работников, которые быстренько вместе со мной построили все порталы. В общем, на эту фармилку я потратил около 10 двойных сундуков обсидиона. Также не забываем и про другие фишки этой фермы. Нужно поставить везде люки, дабы свинюшки думали, что это полный блок, и падали вниз. Покупаю около 100 черепаших яиц и ставлю их в определенных местах над смывом так, чтобы свинозомби, падающие с третьего этажа, не могли упасть на яйца, которые находятся на первом этаже. Так, на сервере Holy World есть небольшое ограничение по свинозомби на чанг, то мне придется репортировать их в энд, дабы достичь максимальной эффективности. Также мне нужно очень много рамок портала в энд. Чтобы их заполучить, я их скупал, либо же мне давали их тиммейты. Поставил рамки в середину и пару рамок вдоль смыва. С помощью факелов озветил всю крышу порталов. Если этого не сделают, то там спавнится просто куча мобов, которые сжирают спаминрейт. Осталось лишь поджечь все порталы в ад, и первая часть фермы готова. Чуть не забыл про снеговиков. Они очень помогают агрить в инозомби, поэтому я поставил несколько таких. Далее переходим в энд, и тут уже нужно будет попотеть. А именно изначально нужно снести ту штуку, которую я строил для закрытия энда. Если её не снести, то она будет очень сильно мешать при постройке сортировки под золото. Да и вообще, это выглядит не очень. Теперь нужно снести полностью смыв для фармилки обсидиана. Теперь фармить обсу мне не придётся, как минимум потому, что я буду фармить золото. Начал строить сортировку. Я был делать двойную сортировку, дабы она не забивалась, и поэтому сделал два ряда воронок. На эти воронки пробовал рельсы, и сверху рельс поставил ровно пять вагонеток с воронками. Теперь осталось лишь сделать два ряда самой сортировки предметов, и склад готов. Чтобы обезопасить себя, я решил, что было бы неплохо залить весь склад водой, дабы визора было намного сложнее провести, а ТНТ даже не смогло бы мне навредить. Для залива такой территории прекрасно подходят ламинарии, ведь если бы я заливал просто ведром, то мне пришлось бы делать стенку, и уже на них наливать воду. С помощью песка дуж застроил обсидиную коробку, где и находится весь склад, и само место под фарм свинозомби. Этот песок создаёт кучу пузырьков, которые подбрасывают человеку вверх, и тем самым игрок не может проникнуть внутрь склада. Также в самом низу я установил магму, дабы люди, которые будут пытаться пройти через низ, будут тупо протягиваться ко дну, и кинуть эндерперл не будет возможности. Поставил твинг в обычном мире на фарминку золота, и начал фармить свинозомби, с помощью меча на добычу пять. Сортировка стала слишком быстро забиваться мусором, и я принял решение полностью перестроить сортировку подкруговую, и без участия вагонеток. Теперь все предметы плывут по кругу, пока не удалятся, или не засунутся в воронки. Я сортирую такие предметы, как гнилую плоть, само золото и золотые самородки. Мечи же остаются в сортировке и кроются по кругу на протяжении всего времени, пока не удалятся. После того, как я построил ферму золота, я сразу же отправился делать ферму враждебных мобов на 16 спавнерах. Я выкопал территорию и сделал обычный смыв мобов в один чанг, посередине, где не было спавнеров. Спавнера я покупал на выраженные деньги с фермы золота, и продажил золотых блоков, ведь у меня их было просто завалить. Поставил твинка фармить мобов, сделал огромную сортировку, такую же, как и на золоте, и огромный склад. Далее я решил заработать кучу денег на монополии яблок. Для начала меня тэпнули в энд за небольшую плату, сразу же в глубине острова поставил спавнер зомби-жителей, и обустроил его так, что при нажатии на рычаг поршни задвигались, и свет попадал в комнату. Тем самым зомби-жители переставали спавниться. Также построил автотелеварку зелий слабости вместе с клогенератором, так как мне нужно было очень много данных зелий, а на аукционе их практически не продавали. Раскопал территорию и лунки под каждого жителя так, чтобы соседние жители не контактировали друг с другом. А саос дело за малым. Нужно лишь завести каждого зомби-жителя в свою лунку, взять немного зелий слабости и таким образом начать лечить их всех. Теперь осталось лишь делать так несколько сотен раз, ведь мне нужно 50 священников для того, чтобы я мог получить изумруды, продавая гнилую плоть, и 50 фермеров для того, чтобы покупать яблоки. С помощью моей формилки золота я очень быстро формил гнилую плоть, и из-за этого я начал её переносить на другую анархию, прямо на склад к жителям, дабы сразу продавать её оттуда жителям. Чтобы ускорить этот процесс, я добавил в свои бинды пару команд, таких как открытие интерчеста и команда на выход в хаб. Теперь я мог спокойно таскать гнилую плоть на другую анархию. Начал сдавать гнилую плоть священникам и получать с одного инвентаря около трёх стаков изумрудов. После того, как у меня появилась просто куча изумрудов в неограниченном количестве, то я сразу же начал покупать яблоки на эти изумруды. Все яблоки, которые были на аукционе, я начал скупать на все мои деньги и продавать эти же яблоки только уже по моей цене. Так как кроме моих яблок на аукционе не было просто других, то игрокам ничего не оставалось сделать, как покупать мои яблочки. 100 часов подошли к концу и за это время я успел сделать просто кучу вещей. Спасибо за просмотр и я надеюсь на вашу подписку вместе с лайком. А под конец, конец. Спасибо. Спасибо.